За разбитый нос он требует 140 тысяч рублей. Компенсацию за травму мужчина планирует получить через суд. Заявление на своего обидчика пострадавший написал еще три месяца назад и теперь ожидает решения Фемиды. Подробности в репортаже. Инцидент произошел в июле этого года на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Автомобилисты не поделили дорогу. В общем мы остановились где-то вот на этом месте. А водитель недорожник остановился слева от меня. Андрей Солодянкин уверяет, он не провоцировал конфликт, а пытался все решить мирным путем, но неожиданно получил кулаком в лицо. Я открываю дверь, хочу выйти и в это время получаю удар. То есть удар был сильный, открылось кровотечение. То есть практически я сидел в машине, незащищенный, то есть я не мог ни увернуться, ни защитить себя. Остановив кровь, Андрей сразу направился в райотдел писать заявление на обидчика. Когда обратился в больницу, медики диагностировали у пострадавшего перелом костей носа и контузию глазных яблок. На автохама завели уголовное дело. Подсудимый обвиняется в совершении преступления предупрежденного пункта, часть 2, статья 115 УК Росредств Федерации. Настоящий уголовный отдел рассматривается в мировом суде участка Корнинского района города Челябинска. Обидчик пытался примириться с потерпевшим до суда, но сумма, которую предложили в качестве компенсации, истца не устроила. Они мне предложили 5 тысяч на примирение. Но меня, конечно, не устраивает, потому что я потерял объект, который должен был выполнить работу. А смертная стоимость примерно 90 тысяч. И плюс моральный ущерб 50 тысяч. Итого получается, в общем, сколько суммы? 140. Андрей надеется, Фемида примет его сторону, и ему удастся взыскать с ответчика всю сумму. Ведь ему нужны деньги на операцию. Мария Минина, Татьяна Соколовская, Надежда Головина, 31 канал.